всем привет привет и сейчас я сажусь чтобы поехать на работку у нас сегодня просто жутчайший ветер вообще такая погода плохая-плохая и сегодня проспала и честно выезжаю уже 20 минут 10 я только села в машину хотя без 15 10 я должна быть на работе всем огромное спасибо кто откликнулся под моим прошлым автовлогом который был когда он там вчера кажется ну наверное видео этот автовлог я выложу тоже ближайшие дни так что сейчас мне хочется не затягивать с этим и да в этом влоге были некоторые запросы когда я спрашивала вообще о чем снять видео и одна из девочек у меня просила по поводу попросила рассказать о моем образование саморазвитие считаю ли я вообще-то ну конечно не учиться грубо говоря нужным по поводу образования пригодилась не пригодилась и так далее на что я ответила что действительно года два назад примерно у меня было об этом видео и я понимаю что меняется немножко публика но я не рассказываю но не люблю до повторяться об одном и том же потому что я уже об этом говорила но подумала потом что и правда кто это уже знает тот просто пройдет мимо и не станет смотреть видео кому-то правда хочется со мной познакомиться и узнать побольше обо мне ну давайте наверное начну я с того что я расскажу вкратце не вкратце не знаю вспомню в общем свои студенческие школьные годы что и как было я из города лермонтово это ставропольский край это кавказские минеральные воды у нас курорт настоящий очень здорово красиво много хороших мест и когда я пошла в первый класс все началось того что мне вообще отдали очень поздно школу меня жалела мама я не ходила в детский садик она мной не занималась в плане именно учебы то есть вообще я если честно когда у меня будут дети я наверное буду делать точно так же правильно это неправильно не знаю но на своем примере я убедилась что абсолютно нормально зато у меня не украли детство и я пошла можно сказать практически восемь лет то есть я пошла в школу в семь лет через пару месяцев мне уже исполнилось восемь лет конечно я пришла и не умела вообще ничего и первые полгода может быть да они были тяжелыми потому что приходилось уже все дети вокруг считали писали читали и так далее и вообще абсолютно ничего не умею но мне это никак не помешало перескакиваю быстро школу никак не помешало закончить ее с медалью закончить на пятерочке и в общем-то слава богу быть одной из лучших учениц и опять таки это все благодаря моей маме потому что она прививала она мне всегда говорила ты кто ты наташа гафарова и я не знаю мне даже до сих пор бывает когда я падаю духом и мама горит ты кто вот именно и у меня это знаете так отложилось то что я наташа гафарова это так прям всемогущий значит я все смогу только вперед вперед не да все это конечно благодаря маме хотя именно в плане учебы конечно больше у меня папа помогал в плане каких-то предметов у него вопрос идеально узнает русский язык все правила также до сих пор помнит математику он такой вообще папа конечно молодец у него очень хорошо работает такой склад ума он довольно таким сообразительный и умненький папулика у меня вот и затем я поступила вообще после 9 класса я собиралась уйти и я помню как сложно было у нас в пятигорске есть два как на тот момент мы крайне мере было два серьезных именно учебных заведения куда пытались поступить и попасть для тех у кого гуманитарный склад ума это пятигорский государственный лингвистический университет и для тех соответственно кто больше там химик математик и так далее они поступали форма на фармацевта учились ну там хотя может быть другие фармацевтический тоже университет мне кажется назывался называется может быть еще наш просто переименовали и после 9 класса я решила поступить и вернее даже мы с мамой так решили школе было очень много нервов школьные годы самые тяжелые не хочу даже подробно если честно вспоминать и мы решили что надо мне поступать в лицей на тот момент чтобы поступить в лице это было очень очень так сложно потому что ты должен был во-первых тест был насколько помню по английскому и по-русскому по русскому точно по моему и по английскому и тебе нужно было знать давался список стихотворений пушкина лермонтова но в принципе это был практически весь томник стихотворений пушкина он небольшой ну как небольшой я не знаю там стихотворение на 150 где-то и лермонтова вы можете наверное представить себе этот томник и да я где-то то ли месяц то ли два я сидела после школы я каждый училась стихотворения я поступила в этот лицей я действительно успешно прошла и была счастлива но меня уговорили остаться в школе и мама уговорили это была большая ошибка опять-таки не хочу вдаваться сейчас подробности просто мне столько сделали мозгов что не могу передать что касается школы я всегда была ведущей я вела различные мероприятия и я всегда участвовала в конкурсе чтецов плюс я писала сама стихи пишу до сих пор честно говоря как-то ну такая для меня отдушина и опять-таки пишу есть честно только когда у меня такое депрессивное какое-то состояние когда мне плохо только в эти моменты меня посещает мута когда хорошо солнышко греет это немножечко это не мое состояние вуза уходит спать в общем я осталась в школе и все пошло не так не так как вообще планировала и до сих пор жалею думаю зачем я так сделала но после 11 класса я все-таки поступила на я пошла на факультет немецкого и английского языков вот здесь наверное немножко неправильно я выбрала факультет мне почему-то хотелось выучить немецкий язык хотя дальнейшем я поняла что не совсем вообще это мое но тем не менее я уже туда поступила и я пошла в группу немецкую то есть где ребятки уже знали немецкий язык после школы а я наоборот пошла в эту группу хотя немецкий я вообще не знала и у меня был язык английский но таким образом когда ты попадаешь сильную группу ты быстрее просто натягиваешься и вливаешься и начинаешь больше действительно учить больше знать потому что тебе все равно вот этот в тебе стержень сидит хотя скажу честно первый курс у меня прошел это был такой переломный момент когда я жила одна на тот момент да я от всего оторвалась и я чуть не упустила учебу скажу вам честно и я до сих пор помню как я сидела и бог говорила дай мне сдать на пятерки дай мне аванс я обещаю если я закрою сессию на пятерки каким-то чудом я просто пропускала есть честно много на первом курсе и как-то вообще это не то было после школы у меня такая травма осталась но опять-таки почему после школы в одиннадцатом классе узнала что у меня в десятом классе не поставили палки при четверку и что я иду на серебряную медаль а не на золотую представляете человек который идет на золото думает что он идет на золото оказывается его скинули с этого золота и я поэтому я сказал не хочу учиться ничего не хочу ну короче сессию каким-то чудом я сдаю на пятерки и какие давала слова боженьки может кому-то смешно звучит но я правда все время так разговариваю с богом я больше вот до конца своей учебы а сейчас вы узнаете что училась я немало я никогда больше ничего не пропустила я слава богу я была действительно чем и горжусь я была лучшей ученицей и да я училась на нем факи как вы уже поняли училась я и закончила до его с красным дипломом но сейчас расскажу более подробно потому что это не все дальше после второго курса я поступила еще на факультет международных отношений и на нем я училась два года это было конечно что-то с чем-то то есть я ходила знаете как стал мой график с утра у меня были пары на факультете немецкого английского языков и это находилось разных зданиях мне нужно было ехать на трамвае в 15 30 у меня заканчивались пары здесь а в 15 40 начинались там и конечно я уже потом предупреждала я опаздывала либо бывало отпрашивала здесь немножко раньше чтобы не опаздывать я очень пунктуальный человек просто до ужаса кто меня знает это ужаса пунктуальный человек я никогда не опоздаю я всегда приду раньше вообще такого нет чтобы я опоздала не знаю что должно случиться собственно говоря в итоге я его закончила тоже и также закончила с отличием когда я училась когда я закончила его когда училась на четвертом курсе был выбор нужно было идти либо на специалиста идти на 5 курс либо ты заканчиваешь получаешь диплом пакалавра я получила диплом пакалавра и выбрала магистратуру еще два года я училась магистратуре и в то же время когда я училась самое что интересно каждый раз нужно было заново везде поступать везде эти экзамены и каждый раз то было смешно и в то же время когда поступал нами магистратуру я уже работала в адвокатской конторе и я действительно хотела связать с этим свою жизнь мне это очень нравилось и хотел стать адвокатом и я решила что мне естественно обязательно нужно юридическое образование вообще первоначально хотела иметь юридическое образование и не 100 образований но как-то так сложилось что у нас не было хороших заведений и решили идти мы учиться именно голову а там сейчас уже есть а тогда не было такого факультета я поступила в российский государственный торгово-экономический университет это было всего два факультета это юридические экономические поступила туда на заочную форму обучения и соответственно за три с половиной года я его закончила вот так что чему безусловно рада вот и да моя и теперь по поводу того про моё образование ясно были естественно постоянно какие-то курсы то что ты там пыталась на программиста то на психолога параллельно все время было в университете я занималась очень много общественной деятельностью была председателем студсовета я была во всевозможных профсоюзах и так далее то есть я действительно такой общественник я всегда это любила я никогда не была ботаником никогда меня многие не любили за счет того что знали что я конечно не пыхчу прям как не знаю кто аж над книгами но тем не менее у меня всегда я всегда была особенно таких предметах как вот любой теоретический предмет я всегда могла рассуждать мне всегда была своя точка зрения у нас всегда была полемика с преподавателем не всегда говорили ты его завалишь ты его не сдашь невозможно так спорить невозможно так отстаивать свою точку зрения с профессором и всегда у меня был либо автомата либо автомат то есть доставили не нужно было сдавать экзамена просто автоматически стали мне пятерку или зачет либо я просто успешно это сдавала и все хотя было очень много моментов когда я трусилась сколько я училась только играла этот предмет я не сдам все я завалю я все-все-все я ничего не знаю это было постоянно единственная очень много читала здесь намного читала но до сих пор люблю специфичную такую литературу я если зададут мне вопрос считаю ли я что это умная еще что-то скажу нет я скажу что я меру образованная и считаю себя умной потому что я действительно безумно умные люди я нет я просто десна меру образованный человек которому успешно получалось как-то вот действительно завоевывать авторитет так учиться и так далее вот и много интересных моментов но это уже получится длиннющее видео поэтому я рассказываю так вкратце может быть даже упуская самые какие-то уже интересные моменты своей учебы жизни что касается я хотела что-то еще а вот работы пригодилось ли мне это или нет у меня первое образование как раз специалиста в сфере сфере межкультурных коммуникаций то есть в принципе это у меня грубо говоря звучит как туризм нас называли туристы и преподы у нас были кто-то учился на преподавателя кстати в итоге отучилась тоже я лингвист преподаватель высшей школы магистратуре я выбрала именно уже эту специальность вот господи надо ему подрезать и все равно вырваться вперед ну ты честно не понимаю этих людей вот и насчет того пригодилась не пригодилась как вы уже услышали я сначала у меня не сложилось адвокатской конторой и сейчас поймете немного с чем не сложилось во первых на тот момент когда я ушла ее закрыли быстро уехал заведующий сейчас проживает насколько мне известно вообще в америке он полностью поменял тоже свою жизнь вообще сдал свой статус адвокатский а я так как я попала довольно таки случайно в эту адвокатскую контору и вообще так началась моя жизнь сейчас я жалею у меня очень сложный характер я очень трудно уживаю с людьми и может быть даже в какой-то степени вы знаете просто там нужно было делать то что в какой-то момент я поняла что где-то мы дурим людей до в той же адвокатской конторе какой-то обман постоянно провокации и была одна ситуация за которой сказала нет я этого не буду делать и все да и мне пришлось я ушла и собрала тут же вещи и ушла это конечно было опрометчиво сейчас бы я так не сделала сейчас бы это не сделаю по-другому вырулила но тем не менее контора закрылась и все равно бы а биться куда-то нужно было образование никто не брал именно без юридического образования на тот момент я только поступила что это мучилась и сейчас знаете если бы сейчас была бы возможность вернуться в эту сферу я бы наверное вернулась бы честно я бы наверстала конечно юрист из меня сейчас никакой но я очень быстро вливаюсь безумно быстро и я бы наверное хотела бы вот сейчас я работу опять-таки наверно многие знают года три уже три с половиной я работаю менеджером по туризму это мое первое образование и естественно это не то что я хотела бы особенно сейчас особенно сейчас это такой прям я бы сказала бы как бы правильно так выразиться вы знаете да работа не простая ты органе люди доверяют тебе свой отдыхе ты должен его организовать действительно чтобы человек остался доволен он там весь год собирает денежки и ты должна ему помочь с этим выбором но хочу но сейчас кризис серьезные сейчас конечно мы уже вот летом как-то это не чувствовалось нормально зарабатывал мне вполне было достаточно а сейчас когда я чувствую что опять нужно сидеть на чистом окладе наверное оклад очень-очень маленький не знаю не знаю не знаю поэтому у меня возникают я периодически просматриваю честно скажу авито всякие рук в руки вакансии и мне постоянно предлагают приехать в москву на я трусиха и вопросу о том стоило ли это всего наверное нет вы знаете вся моя учеба вот сколько я рассказала представляете насколько на самом деле отучилась я это все не стоило того либо может быть это стоило но я не смогла самореализоваться я понимаю что уже мне вот будет 29 лет и уже если я не встала куда-то на нужные такой до путь уже вряд ли получится что-то изменить и куда-то в лице и что-то кардинально поменять поэтому конечно это все было в моем случае это было зря и очень жаль очень зажали я ни в коем случае никому не говорю что не надо учиться что бросайте на их учебу у всех разные возможности просто еще в нашем мире очень многое столкнулась тем куда я как хотела везде нужны были либо большие связи либо большие деньги и никаких гарантий и так далее это конечно это неправильно но у нас все устроено именно таким образом некоторые я знаю сами молодцы смогли чего-то добиться куда-то попасть своими мозгами я я нет я не смогла я не самореализовалась эта тема которая меня очень часто так немножко съедает у меня я должна была один раз уезжать в америку и хотела там остаться навсегда потом уже так собиралась я уехать в германию думала туда и поступить и остаться там жить работать и каждый раз каждый раз я себя останавливала вот это вот мысль о том что здесь ты живешь на всем готовеньком у тебя все есть 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 машина под задницей у тебя есть дом у тебя есть родители у тебя есть и какие-то возможности есть деньги да а там у тебя не будет ничего этого и тебе нужно будет самой постоянно всего добиваться я трусиха я не думала что в этом признаюсь на признаюсь да и даже сейчас мне постоянно предлагают переехать в москву при том предлагают на тех условиях что тебе будет где жить тебе поможем найти работу чтобы она была рядом с твоим домом но я чего-то боюсь все равно боюсь большого города бою и не знаю не могу сложно это передать поэтому иногда мне хочется даже начинаем я мама начинает беситься когда верю вот я ничего не добилась она горит а кто тебе мешает ты сейчас не хочешь сдвинуться с мертвой точки да она права на право вот по поводу саморазвития какого-то сейчас да я читаю но в этом нет ничего особенного у нас очень многие люди читают на какие-то курсы специальные никуда я не хожу у меня во первых я может быть и хотела бы ходить но у меня нет времени я забываю языки потому что я не читаю на языках ничего не смотрю и принципе как-то не знаю у меня сейчас сейчас еще у меня осенние депрессия поэтому сейчас подойдет шумок я начну говорить что все у меня плохо приготовьтесь к этому но ладно не буду я ответила на вопрос рассказала про свое образование в принципе на те вопросы которые мне задавали и наболтала целую двадцать одну минуту уже мне вот уже по идее должна быть на работе через четыре минуты это крайний срок мой должна прибыть туда а сейчас так я еду еду я смотрю по загруженности дороги 10 не ехать еще точно поэтому опоздаю короче говоря вот так вот ладно так что-то проеду ладненько спасибо за то что вы были со мной вообще спасибо за ваши комментарии мне очень-очень приятно их читать отвечать общаться для меня вообще это самое главное это обратная связь когда-то можешь с человеком когда он тебе пишет ты ему отвечаешь можешь общаться это очень здорово всем спасибо за просмотр за то что вы были со мной пока пока